привет друзья с вами я иван фабурат приветствовать вас на своем канале вот и пришла весна сегодня в тенечке сейчас плюс 11 я еще после зимы не делал ревизию это у меня сегодня первая весенняя ревизия сокращение гнезд просмотр и замена днищ подмора чистка подмора контроль маток и всего остального так что поехали будем работать вот Ой, здесь минут весь на месте. Так, семья была на двух корпусах. Получается нижний корпус у меня шел в зиму, там расплод, перга, мне не интересно. Сейчас вся пчела по весне сидела во втором корпусе. Я второй корпус снял, он весь вот такой, я его опускаю на низ, а нижний убираю. Нижний убираю, так как в нижнем получается вот такие рамочки и пчелы на нем нету практически. Все пчелы, что есть на нем, на нижнем корпусе, я просто стряхиваю, если эта семья занимает один корпус. То есть если семья сильная, я могу оставить на двух корпусах. Если семья такая на один корпус, я сжимаю, сокращаю, меняю днище и смотрю на наличие матки, расплода и кормов. Вот в данном случае здесь вот такие рамочки зимовки остались. Вот, то есть корма им полностью хватает, я просто беру, по возможности делаю вот такие манипуляции. Мед, кстати, смотрите, я зимую на подсолнухе, мед, кстати, камнем не берется. Многие говорят, что подсолнух, смотрите, есть, да, он остывший, но пчелы его хорошо берут. То есть я распечатываю и смотрю дальше. По корму, по корму, как видите, кормов хватает. Даже если какая-то весна у нас, как в прошлом году, аномальная, что плохо, нету кормов, дожди, то за развитие своих семей я не переживаю, потому как корма им хватает. Вот чем мне нравится карника, смотрите, итак, расплод у нас есть, мед у нас есть, расплод у нас есть, значит матка есть. В принципе, можно дальше не смотреть, но так как сегодня погожий денек, вот расплод, то я решил полностью просмотреть не бегло, а, так сказать, нормальную ревизию. Здесь у нас пчелки, кстати, несут пыльцу уже, пыльца синенькая. У нас подснежников или как их там, пролиски. Так, это у нас все есть, это у нас все есть. Корма, как видите, полностью хватает. И корм не такой уже к камням, как многие говорят, что подсолнух камнем плохо зимует. Я уже несколько лет полностью отошел от сиропа, зимую на подсолнухе. Чем мне нравится карника, что она экономная, как видите, меда много, за корма я могу не переживать. Это мы делаем вот так и вот так. Есть. И вот у нас еще рамочка. Матку я не искал, не нашел, но я посмотрел, расплод есть. Расплод хороший, не горбатый, значит матка у нас присутствует. Можно ее и не искать. Вот мы ее поцарапали. Пчелкам уже будет что кушать. И крайнюю рамочку. Все, есть такое дело, с этим мы справились. Теперь просто берем, берем и страхиваем пчелок. Пчелок страхиваем, которые остались на рамках. С нижнего корпуса. Вот, рамочки пустые. Все. Вот у нас и все сокращение гнезда. Матка есть. Корм есть. Гнездо я сократил. Пчелкам будет теплее, независимо от погоды. Матки место для засева есть. В принципе, вот такое быстрая ревизия весеннее, сокращение. Проверка на наличие кормов. Проверка на наличие матки. Так, поехали дальше. Здесь вот сколько подмора. В принципе, нормально, немного. Хочу показать, что подсолнух. Вот рамки. Это подсолнух. И насчет, как они дубеют подсолнух или нет. Смотрите. Это весна. Это рамки, которые стояли в улье. То есть не весь подсолнух делается дубовым, деревянным, что пчелы не могут их взять. Реально видно, что он жидкий. Вот. Это одна рамочка. Вот я сейчас могу показать следующую рамочку. Вот, смотрите. Да, есть такой, что как бы камнем, а есть вот вот такой. Я думаю, что пчелам не составляет никакой трудности взять этот мед. Хоть зимой, хоть сейчас. Так что многие делают проблему из того, что подсолнух не годится в зимовку. Я лично я на своем опыте вижу, что это совсем не так. Почему я и стал зимовать на подсолнухе. Не все так плохо. Подсолнух вполне нормальный. Смотрите, это не одна рамка. То есть есть вот вот такие. Это то, что касается подсолнуха. Здесь семья занимает два корпуса. То есть пчелы хватает. В этом случае я просто чищу доньи подмор и оставляю семью на двух корпусах. Так как семья в принципе пчелы хватает. Сжимать я их не буду. Сжимать я их не буду. Я просто проконтролирую наличие кормов. Расплода вот, кстати, матка с зеленой мяточкой. Вот видите, одна пчелка меня даже шмальнула. Вот матка с зеленой мяточкой. Расплод есть. Значит, что матка есть, расплод есть, пчелка даже есть. Вот выходит пчелка. Пчелка выходит. Чуть-чуть их успокоим, потому что с кормами у нас все отлично. Корма есть, пчелы есть. Можно, конечно, их ужать, но я этого делать не буду. Корма есть. Я просто их почищу. Все, что меня интересовало в этой семье, я увидел. Матка есть, расплод есть, пчелы есть, корм есть. Все есть. Мы просто их проконтролировали. Некоторые рамочки сделали вот так. Вот так. И вот так. Есть такой. Первый корпус готов. И ставим второй корпус. Второй корпус. Во втором корпусе у нас тоже мед. Его мало, но пчелы хватает, место под засев. В этом случае я не сокращаю. Вот. Мед есть. распечатываю. Распечатываем рамку по-быстрому. Чуть-чуть вилкой распечатывали и ставим. все. Здесь ревизия произведена. Пчелы есть? Все есть. Есть такое. Чем мне еще нравится зимовать на подсолнухе и на светлых рамках? То, что во-первых, мед остается. Я его расцарапываю и второй корпус я стараюсь на зиму оставлять светлые рамки. Во-первых, мед не так кристаллизируется. Это во-первых. Во-вторых, сотые светлые и матка до последнего, то есть она в феврале не хочет червить. Вот есть чуть-чуть как бы матка до последнего не хочет червить. То есть так как рамки вот такие светлые, по сути расплода нет. До последнего, когда уже не пойдет тепло. Вот уже здесь на этой рамке, на светлой рамке есть расплод. Вот матка есть. Чем это хорошо? Светлые рамки вот и кстати матка она есть. И получается светлые соты они пчела выходит первой генерации крупненькая, то есть очень хорошо. Вот есть расплод. Вот такой расплод. Многие говорят, что ты делаешь в зиму на светлых рамках. Но пчелы зимуют, может действительно это жестко с моей стороны, но пчелы зимуют. Зимуют они нормально, хорошо. по подмору есть конечно семи, которых подмору и многовато в принципе. Но чем мне нравится, что есть корм, есть светлые рамки, с ними приятно работать. Со светлыми рамками выходит крупная пчела с этих рамок. Матка до последнего не сеет в них, потому что они холодные. то есть за то, что переживать, что в январе в феврале пойдет расплод, я не переживаю. Да, он может пойти, но это в том случае, если у матки какие-то проблемы могут быть. То есть семья какая-то неполноценная и тогда уже они выводят себе расплод. Ну а так в полноценной нормальной семье расплода нет до последнего. И вот когда я сокращаю их, получается все рамки светленькие, все рамки чистенькие, с ними приятно работать. Матки в них при наступлении тепла начинают хорошо сеять. И в принципе вот такая картина. здесь вот сколько подмора тоже в принципе в пределах допустимого. Ну вот как бы ревизию весеннюю быструю я закончил. Просмотрел все семьи. В принципе картина нормальная. Есть маленькие такие недочеты. В нескольких семьях нету маток. Надо будет объединять с отводочками что-то смотреть. Некоторые семьи посокращал на один корпус. Некоторые семьи оставил на двух корпусах. Так как пчелы много. В принципе не вижу смысла их сокращать. Они обогревают себя. Все нормально. Расплод есть. Мед есть. В принципе все путем. Нижние корпуса которые стояли были в зиму шли с расплодом. С пергой я убрал в некоторых семьях. Теперь я эти рамки все просмотрю. Где какие нормальные пойдут почистятся, пойдут в работу. Где черные заплесневели или еще какие-то пойдут на выбраковку. В принципе чем мне нравится. Верхний корпус был светло-коричневый сотый. Светлые соты с медом. Они теперь опустились вниз, матка в них работает, пчелки будут крупненькие. В принципе все нормально. Гнездо обновляется новыми сотами, старые забираются, выбраковываются. Как бы такая картина. Мед есть, расплод есть, пчела есть, пару маток нет. Ну такое бывает. Кому понравилось ставьте лайк, делитесь видео, комментируйте, подписывайтесь на мой канал. Всем спасибо, до новых встреч, пока!